Приветики-пистолетики! Я приехала в Журомин. На улице солнечно, поэтому я в очках. И не удивляйтесь, я в очках солнцезащитных хожу и зимой даже, поэтому прошу меня не троллить. Ну, а хотите, троллите, я уже привыкла. Несмотря на то, что солнечно, довольно-таки прохладно, но я взяла с собой шапку, так что если вдруг будет мне холодно, то одену шапку. Так, первым делом мне надо пойти в зоумагазин. Вот там он находится, вот где машинка разгружается беленькая. Купить барсику корм, ну и потом дальше по другим магазинчикам. Так что сегодня с вами прогуляемся немножко по склепам. Перчаточки. Надеваем. Все-таки хорошо, что я с собой взяла перчатки. Потому что ручки будут мерзнуть. Переходим через пешеходный переход. И идем в магазин. Не знаю, мне барсику еще надо пить песок, наполнитель для лотка. Но, наверное, в следующий раз, не сейчас. Завтра, может, еще поедем за продуктами и завтра куплю. Все, купила барсику корм. Сейчас пойду в Росман. Да, наверное, пойду в Росман. Смотрела видео Марины Ивановой, фея Мария Иванова. Нравится мне очень эта девушка, женщина. Насмеялась, как они ездили с Карла в ресторан. Насколько бывают мужчины жадными. Это, конечно, смех и грех. Что еще вам рассказать такого? Занимаюсь домашними делами. Все отлично, все хорошо. Скоро праздники. Не знаю, там пройду, не пройду. Скоро праздники, поэтому надо купить подарочки. Еще хотела посмотреть разные украшения новогодние. Не знаю, это надо пойти в Химчик, наверное, китайский магазин. Там я снимала, показывала вам, там есть и олени, и Дедушки Морозы. Хочу такого большого оленя, чтобы он светился. Вот, и поставить его на балконе. Во дворе мы еще гирлянды не повесили, потому что все у нас времени не хватает. Планируешь одно, по факту получается другое, как и сегодня. Планировали поехать 10 часов в Журомин. По факту выбрались мы уже пол первого. То есть все наоборот. Вот я и вышла как раз через дворы. Вышла как раз к Бедренке. И рядом Росман. Пойду сейчас посмотрю, что там есть. Ну, естественно, я говорить на видео не буду, что именно я буду смотреть, потому что это должно остаться тайной, так как это будут будущие подарки новогодние. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Чтобы потом ушки не болели. Ребята, я знаете, что заметила? Вообще какой-то кошмар и ужас. Я хотела купить на елочку нашу, которую уже снимала, вы можете посмотреть это видео. Хотела купить какую-то игрушечку там, чтобы мышата были нарисованы. Вот это все-таки год крысы. Смотрите, как у окошечка сидит. Киса, привет! Вот, хотела с мышатами что-нибудь купить в преддверии 2020 года, года крысы. Но вся проблема в том, что в Польше как-то нет таких игрушек, как-то не соблюдают их традиции, потому что у нас как бы все магазины завалены символикой Нового года. То есть там вот в том году поросята разные были, игрушки и статуэтки, и все, что хочешь. И в этом году мышки. Но здесь как-то не очень удерживаются этой тематики. Есть там снеговики, олени, Деду Морозу, Санта-Клаусы. А вот мышат я вообще найти не могу. Сейчас я направляюсь в китайский магазин, в Кучик, посмотрим там. Ветер сильный, не знаю, как меня будет слышно. Все равно смущаюсь, постоянно камеру пирает, когда кто-то идет. Не знаю, как-то вот на Украине еще привыкла к тому, что все как-то так смотрят, зазорно на меня. Сама думаю, все блогеры снимают нормально, я вечно камеру прячу. Не могу пообщаться и сосредоточиться нормально. Вот, иду в Химчик, посмотрим, что там. Много мыслей в голове. Не знаю, кому что дарить. Много подарков нужно купить. Вот. Думаю, может то, может то, может то. Вообще, растерялась я, честно говоря. В Росмане я толком ничего из подарков не купила, но, как говорится, намотала на ус. Едет машинка красненькая. Вот на вот такой Сузуки, красненькая поехала Сузуки, на такой Сузуки я училась ездить в Польше. Очень понравился мне автомобиль. Очень мне было удобно. Я пойду сюда, потому что там лужа, чтобы через нее не прыгать. Небо затянутое, ветер холодный, возможно снег пойдет, не знаю. Музыка. Музыка. Зашла на станцию бензиновую, на заправку. Заколола волосы, потому что ветер дует. Одела шапку. Не будем рисковать. Болеть не хочу. Вот. Была в бедренке, в этой, которая позади меня. Сейчас иду через парк. Может кто помнит, я здесь летом гуляла. Сделали площадку. Такого не было летом. И спортплощадку сделали. Такая вот спортплощадочка. Вот. Зашла в бедренку, кое-что там прикупила. Ну, уже дома покажу. Не буду сейчас показывать, доставать все. Фух. Шапочки получше будет. А то все равно ветер прохладный. Набрала в Росмане опять кучу всего. Там моющие, чистящие. Теперь рюкзак тяжелый. Я как всегда. Да. Я просто-просто-просто-просто-просто-просто я заговариваюсь. Я просто не знаю, буду ли я возвращаться в ту сторону. Поэтому решила сразу куплю. Вот. Возможно, что мне не придется туда возвращаться, так как в этих магазинах, в которые я хочу пойти, наверняка будет то, что я ищу. Вот. Так что вот такие вот дела. ой, ребята, мне уже звонят, так что надо ускоряться. Можно было бы, конечно, и на машине, чтобы быстрее было, но я не хочу, чтобы все знали, что я буду приобретать. Здесь вот такой магазин, склеп, фирмовый. Здесь можно купить очень вкусный сыр. Мы, кстати, здесь постоянно покупаем королевский сыр. Очень вкусный. Ну, естественно, как и во всех других склепах, вам могут нарезать его и слайсами, и ковалику, как вы хотите. В бедренке, кстати, сейчас акция на косметику. Бель. Это польская косметика. Вот. При покупке на 20 злотых. Их вам возвращают 5 злотых. Очень выгодно, кому нужна косметика. Мне нравится. Косметика Бель. Я и на Украине покупала кое-что. В последнее время мне Нина привезла там подарки. Вот. Много чего. И пудру, и лаки. В общем, много чего привезла. Там нужно было перечислять. Базу под тени. Вот. И я когда, благодаря тому, что приехала в Польшу, то опять стала покупать эту косметику и пользоваться ей. Очень довольна. Все нравится. Так что, девчулечки, кого интересует такая информация, знайте о том, что в бедренке на Бель акция. Тут, конечно, можно было от бедренки как-то по прямой пройти, но я не знаю эту дорогу. Я знаю только так. Ну, как ездила на машине, так и знаю. Поэтому делаю немножко такой круг. Ну, ничего страшного. Время еще позволяет. Смотрите, сколько угля. Вон с той стороны, видите, уголь. Сюда приезжают и заказывают себе венгель. И им топят украинский, российский. В основном поляки покупают российский уголь. Вот. Есть и польский, но польский очень дорогой. И в основном он идет на импорт. В принципе, как и у нас. Своим не пользуемся, пользуемся чужим. Мойка. Приезжаешь и моешь сам себе машинку. Я уже у цели. Вот. Есть топ-сикрет. Пепко. Журуминский центрум хандловый. Так вот выглядит Си-си-си. Я, наверное, сразу пойду в китайский магазин, а потом пойду в Пепко. Зашла на станцию бензаминовую. Ой, что я сказала? Бензаминовую?